Эта неделя в Югре прошла под знаком синего цвета. В воздух запустили синие шары, а дома предстали в необычном фантастическом освещении. Таким образом, югорчане поддержали детей с аутизмом. Однако, помогают в округе таким особенным детям не один раз в год, а стараются это делать постоянно. Эту роль на себя взяли общественность и власть. Так, в Ханты-Мансийске была сформирована рабочая группа по развитию региональной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. А в мае прошлого года принята сама концепция помощи. О том, с какими проблемами сталкиваются родители детей дождя и как их решают в нашем следующем сюжете. Стоим, считаем. Один. Диагноз расстройства аутистического спектра сыну Светланы поставили в три года. Принять новую реальность оказалось непросто. Проблема была и в другом. Специалистов, готовых работать с такими людьми в регионе, практически не было. И тогда мама сама решила стать дипломированным экспертом. Первое мое образование я экономист. Оказалось, совершенно мне не нужным. Работать я уже не могла, так как большую часть своего времени я посвящала своему ребенку. Поэтому пришла к мысли, что надо совмещать полезное и приятное. Теперь Светлана кинезиотерапевт. Она лечит через движение. То есть реабилитолог, массажист и специалист по лечебной гимнастике в одном лице. Чуть ли не единственный в столице Югры. И еще в довольно скучный и однообразный процесс она вносит творческое начало. Иногда это игры с сенсорным материалом, а иногда с водой. Ребенок счастлив. От этого я получаю просто неимоверный заряд энергии. Я понимаю, что я двигаюсь в правильном направлении. Дети дождя часто уходят в себя. Им сложно адаптироваться. Терапия помогает успокоиться и воспринимать мир уже менее враждебно. Персональный подход к особенным детям находит и в Ханты-Мансийском реабилитационном центре. Здесь специалистов целый штат. Социальные педагоги, психологи, инструкторы и логопеды. Это социально-педагогическая реабилитация, социально-психологическая реабилитация, где именно специалисты строят свою работу индивидуально с каждым ребенком, ставят определенные задачи для решения какой-то определенной проблемы. И тем не менее, во всем округе не хватает специалистов, в том числе инклюзивного образования. К примеру, тьютеров, наставников, которые сопровождают таких детей и помогают им освоиться в школе, по пальцам перечесть. Эта работа гораздо более трудозатратная, чем работа с обычным ребенком. И понятно, что специалистам нужна мотивация для того, чтобы работать с такими детьми. И найти специалистов, готовых работать, очень сложно. Социальная инклюзия – это абсолютно необходимая вещь. Это возможность для людей, имеющих особенности развития, жить в мире, в большом общем мире вместе со всеми остальными людьми. Если люди с особенностями, в том числе с аутизмом, не имеют такой возможности, то они оказываются в изоляции и, по сути, ущемляются в правах. Есть и другая сторона проблемы. Существующие специалисты не всегда в курсе последних наработок и методик в области образования детей с аутизмом. И здесь на помощь должна прийти концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Документ создавался в Югре совместно – чиновниками, родителями и экспертами. Процесс идет. Однако же ни в коем случае нельзя говорить о том, что уже какой-то результат достигнут. Результат будет достигнут только тогда, когда все дети с аутизмом в регионе получат всю необходимую помощь. Сейчас пока есть движение в правильном направлении. И огромное спасибо органам власти, которые это движение поддерживают. Большое спасибо родителям, которые помогают. И большое спасибо специалистам, которые проявляют интерес. К проекту подключились уже более 200 учреждений округа в разных сферах. В муниципалитетах сформировали правовую базу, организовали рабочие группы по реализации концепции. А самое главное – начали учить этой нелегкой работе. Умение общаться, умение работать с этой категорией граждан стоит на втором этапе, поскольку без определенного образования и умения, естественно, ту же социализацию очень сложно проводить. Поэтому сейчас главная задача всей отрасли и муниципальных образований – это обучение специалистов. Родители более 150 человек тоже повысили свой уровень компетенции. Сейчас одна из задач – создать единую онлайн-площадку для обмена опытом и информацией. Обязательно нужен единый централизованный ресурс, а не разобщенное количество ресурсов на разных сайтах, который бы, с одной стороны, создавал площадку для обмена наиболее передовыми технологиями реабилитации деток с аутистическими расстройствами. Причем это может касаться не только медицинских технологий, это может касаться и социальных технологий оказания им помощи. В планах также выработать единый подход к постановке диагноза. Важнейшая задача при аутизме – это раннее диагностирование. Чем раньше начнется коррекция, тем выше вероятность позитивного результата. А пока что в Югре даже нет единой базы данных об особенных детях. По информации одного ведомства, югорские семьи воспитывают более 400 детей с расстройствами аутистического спектра. Другого ведомства – чуть более 250. Для того, чтобы свести все данные воедино и подвести первые итоги, у региональной рабочей группы будет полгода. Более чем достаточно. Уверены энтузиасты. Милана Поварницына, Ильдар Муратов, Евгений Лоскутников, Юрий Гурев, Александр Шулдиков. Специально для программы «Больше чем новости». Специально для программы «Больше чем новости»